Добрый день, меня зовут Константин Муравьев, я агент по недвижимости, основатель агентства МК недвижимости и партнеры. Мы с вами в Московской области, город Пушкино, это стародачный поселок, и мое агентство продает здесь дом на 40 сотках земли. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это место называется микрорайон Заветы Ильича, и это город Пушкино, как я сказал ранее. Стародачное место, однако оно в черте города и имеет полностью городскую инфраструктуру. Поликлиники, больницы, станция электрички в 10 минутах пешком отсюда, стадионы, школы, детские сады, все есть. В тысячи метрах станция Ярославской железной дороги Завета Ильича. От нее на электричке до Садового кольца 40 минут. Дом Када на машине от дома 30 километров. Рядом целый каскад водохранилищ. В четырех километрах от дома Учинское водохранилище. Далее Пестовское, Клязьминское и Пироговское. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Яхты, пароходы, пляжи, дома отдыха, рыбалка. Если пешочком, полтора километра от дома и будет река Серебрянка. Если любите пешие прогулки, то через лес можете дойти до водохранилища. Участок 40 соток. Ландшафтный дизайн. Редкие деревья. Сосны, голубые ели, туи, дальневосточный орех, черешня, яблони, рябина. И большой ровный газон. Всем интересно, ну по крайней мере там 50% моих зрителей интересно, какого же назначения земля здесь. А назначение очень простое. Земли, поселения, поддачное строительство. И да, коммуникации здесь все городские. Канализация, вода, электричество, газ. Все как в городе. И есть колодец с чистой питьевой водой. На всякий случай. Помимо основной парковки, гостевой на 4 автомобиля, есть еще гараж из кирпича. В него две машины тоже помещаются. Вот можем чуть-чуть вам показать. Дом очень нестандартный, в стиле шале. То есть сердцевина его монолитная, с железобетонными перекрытиями. А вокруг надстроенные помещения уже из сруба. По кругу дом опоясывают балконы, лоджии и террасы. Практически из любого помещения можно выйти, поставить стульчик, стол и пить чай на открытом воздухе. Основная ценность, на мой взгляд, это участок. 40 соток, которые просто утопают в зелени. Очень много редких деревьев. То есть за моей спиной, видите, голубые ели. Чуть дальше дальневосточный орех. Покажи орех, пожалуйста. То есть они как грецкие, но только дальневосточные. Еще есть черешня и яблони. Яблони, если не ошибаюсь, это белый налив. Вкусно. Здесь вот это дерево, это черешня. Получается, кстати, вы выходите на террасу и можете доставать с нее ягодки. Вторая часть участка. Я забыл упомянуть, что документально вся эта территория, 40 соток, делится на два участка. Один из них 14,5 соток, а второй 25,5 соток. Итого получается 40. Так вот, на этой стороне есть бассейн. Он не используется, уже, можно сказать, заброшенный, но функционирует. Есть даже, где-то я видел на складе, здесь лежит аппарат, который гонит в нем волну. На участке есть гостевой дом. Он со своими воротами, со своей калиткой, даже со своим почтовым адресом. Пойдем, покажу. Он находится в укромном уголке. С двух сторон он закрыт рощами. Одна роща из елей, а вторая, не знаю, что это за дерево, но тоже роща. Гостевой дом сделан из бруса на ленточном фундаменте. В нем два этажа. На первом этаже кухня, гостиная и спальня. Туалет. А на втором этаже есть спальня и общая зона типа гостиной. Итак, друзья, пойдемте уже в основной дом. Основной дом стоит на 26 сотках земли, 450 метров. Пойдемте уже внутрь. Начинаем обзор дома. Я постараюсь сильно не отсвечивать, чтобы вас не отвлекать, а просто показывать помещение. То есть, чтобы вы полностью прониклись атмосферой этого дома. Мы с вами в прихожей. Кстати, обратите внимание на высоту потолков. Три метра в этой части дома потолки. И сразу налево кухня-столовая. Пройдемте. Интересная деталь о доме. Основная его часть, цоколь и главное здание, в котором находится гостиная, они все из бетона с железобетонными перекрытиями. А все, что вокруг этого надстроено, все идет из бревна, то есть сруб. И благодаря этому атмосфера в доме, как вам сказать, дышится здесь легко, как в деревне. Центральный холл. Налево из которого спортзал, на террасе расположенный, а направо основная гостиная, где собирается вся большая семья вечерами. В доме 15 помещений. Приготовьтесь. 4 спальни, 2 санузла, гостиная, кабинет, сауна, бильярдный зал, спортзал, библиотека и мастерская. Ну, понятно, что дом отапливается газовым котлом, а водичка идет по всему дому вот по таким вот медным трубам, то есть по всему дому медные трубы, друзья. На минус первом этаже бильярдная. Субтитры создавал DimaTorzok Итак, пройдемся по основным параметрам. Московская область, город Пушкино, микрорайон Завета Ильича. Это 30 километров от МКАД по Ярославскому шоссе прямо до дома. 40 соток участок, который, кстати, состоит из 2,5, участков по документам 25,5 соток и 14,5 соток. Два дома, один из домов 450 метров, второй гостевой 85 метров квадратных. Свет, вода, канализация, газ. Все это центральное, как в городе. И, напоминаю, есть колодец. Звоните, пишите мне и записывайтесь на просмотр. Живите за городом в комфорте и покое. Воплотите свою мечту в реальность, покупайте этот дом. С вами был Константин Муравьев, МК «Недвижимость» и «Партнеры». Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok